Виталий Поляков Россия вступила в ВТО и теперь государство уже не сможет опекать и помогать местным предпринимателям. Но защищаться в любом случае нужно, считают участники круглого стола. Но теперь с помощью рыночных механизмов. Бизнесмены могут отстаивать свои права через профессиональные отраслевые союзы и другие общественные организации. Поодиночке конкурировать, например, с китайскими производителями вряд ли у кого-то получится. Только объединившись у красноярского бизнеса есть шанс, считает руководитель союза промышленников предпринимателей края Михаил Васильев. Каждый Иванов Петров Сидоров должен осознать, что он конкурирует уже не с соседом там через стенку, он конкурирует со всем миром. И для этого ему необходимо с соседом-то наоборот перемирие заключить. И вместе с ним пытаться формировать какую-то оборонительную стратегию. По мнению экспертов, красноярские предприниматели зачастую недооценивают грядущие угрозы. А ведь иностранные компании уже сейчас существенно влияют на рынок. После прихода французского ритейлера Leroy Merlin многие красноярские магазины сегмента товары для дома уже еле сводят концы с концами. И таких примеров немало. Готовиться к битве за клиентов стоит рестораторам. Ведь в ближайшее время в Красноярск нагрянет не только Макдональдс, но и другие крупные мировые сети. Власть и бизнес должны совместно встречаться на площадках, обсуждать эти вопросы и с помощью власти муниципальной либо региональной нивелировать, купировать эти проблемы. Это первое основное, этим мы и занимаемся. Некоторые эксперты уверены, что в отдаленной перспективе Красноярск может и вовсе лишиться статуса промышленного центра. Ведь наши производители сейчас зачастую крепко стоят на ногах именно за счет поддержки государства. На равных конкурировать с иностранцами смогут единицы. Но в мэрии, несмотря на негативные прогнозы, намерены сохранить промпроизводство. Руководитель департамента экономики Татьяна Зеленская уверена, будущее красноярской промышленности за кластерами. Борьба за низшую в России действительно может быть. Нельзя этого недооценивать. С этой точки зрения кластер это место ощущения себя на рынке в неком отраслевом сообществе и межотраслевом. И каждый банк хочет создать хорошую кредитную историю. И есть банки, которые начинают специализироваться в одних отраслях, в других отраслях. И вот это сообщество, оно может породить очень хорошие конкурентные преимущества. Напомню, Россия стремилась во Всемирную торговую организацию 19 лет и вступила в нее вопреки мнению большинства жителей. Наша страна получила 7 лет на полный переход к либеральному рынку. За это время предприниматели должны перестроить свой бизнес, если они хотят остаться на плаву. Правда, в некоторых отраслях сделать это будет крайне сложно. Взять хотя бы сельское хозяйство. Российских фермеров по условиям ВТО должны лишить льготных цен на топливо, субсидирование процентных ставок по кредитам и других преференций, которые позволяли им выживать. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Дмитрий Яковлев. Афонтово новости. Продолжение следует...